Дом построили, но жить в нем невыносимо. Постоянные потоки и запах из канализации мучают его обитатель больше пяти лет. Пообивав за это время разные пороги, жители Мариинского посада обратились в нашу редакцию. Почему новый дом, построенный по республиканской целевой программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, оказался непригодным для жизни, выясняла Анастасия Евгеньева. Новейшей технологией укладки плит заливали горячей водой на мёрзлую землю, потом аккуратнее клали, плитка скреплялась. Лучше всякого цемента. С горечью шутит житель дома Пётр Леонидович. Но на этом ноу-хау в строительстве не заканчиваются. Вот следы очередного потопа. Система канализации и водоотведения здесь работает таким образом, что стоки остаются в доме. У меня постоянно заливает, как только там колодь наполняется, тут заливает. Бывает, я сразу звоню, в день по несколько раз звоню, бывает, и сразу приезжают, бывает, когда там у них говноморск нету, бывает, не бывает, вот два-три дня ждёт. В такие дни от нечистот жильцы избавляются сами. За один потоп из квартиры выносят по 14 ведер. На этом беды обитателей дома не заканчиваются. Невыносимый запах, риск подхватить инфекцию заставили многих съехать отсюда. В подъезд этого дома уже давно не заходит почтальон. Квитанции и письма он передаёт через это окно. Когда жильцы в декабре 2012 года получили этот красивый восьмиквартирный дом, не могли нарадоваться. Но уже весной он начал разваливаться. Стали сразу появляться дефекты, водоотведение. Током стал бить от раковин. Потом звукоизоляция оказалась. Вообще никакой, нулевая. Вся жижа была здесь плавала. Выше порожка было. Вот эти пороги, двери все набухли. И вот после этого у нас дверь не закрывается. Эти пороги все не отлетели. Чувашская лаборатория судебной экспертизы признала этот дом небезопасным для жизни. Выявила около десятка дефектов. Мариинско-Посадский районный суд поддержал решение экспертов. Однако местная администрация не торопится исправлять недостатки или предоставлять новое жильё, соответствующее санитарным нормам. Строила администрация района. Хотя бы отдел градостроительства и архитектуры могли бы здесь контроль вести. Раз для города дом строится. Никому ничего не надо было. Главы города меняются. Год не дорабатываю в основном. Общаться с нашей съёмочной группой в администрации городского поселения отказались. У меня небольшой комментарий. У меня есть комментарий. Надо предупреждать. Вот столько компрометирующих материалов здесь, а толку ноль. Сколько ещё придёт по этим коридорам. Даже не знаем. Тогда мы обратились в Минстрой республики и вместо главы поселения пришлось отвечать уже заместителю министра. На сегодняшний день, по информации самого района, уже миллион рублей в бюджете предусмотрено для проведения ремонтных работ. Лично мы будем эту ситуацию контролировать немного позже. По плану у нас проверка по качеству построения домов будет проводиться с мая по июля этого года. Соответственно, в рамках этой проверки мы ещё туда заедем. Пообещали провести проверку дома и в госжилинспекции Чувашии. Хотя там говорят, что жалоб от жителей дома к ним пока не поступало. С учётом того, что информация поступила от вас о том, что там есть проблемные вопросы, считаем целесообразным провести контрольное занятие в отношении правильной организации, обслуживающей данным квартирным домом. Дом включить будет в перечень домов, в которые данной межзвездной комиссии в текущем году будут произведены обследования. И этот дом уже межзвездной рабочей группой обследовать. Госжилинспекция обещала разобраться с проблемной ситуацией в течение 30 дней. Вместе с жителями мы будем следить за развитием событий. Анастасия Евгеньева, Михаил Солин, Вести Чувашия.